Здравствуйте! Уже десятый год в Санкт-Петербурге проводится открытый чемпионат России по деловым играм. Официальным организатором и разработчиком игр чемпионата является частная школа «Взмах». Среди партнеров и спонсоров чемпионата в разные годы были «Энергомашбанк», «Стокгольмская школа экономики», «Издательство Деловой Петербург», «Информационное агентство Росбалт», «Петербургский журнал «Город 812», «Магазин настольных игр «Гага Геймс», «Туристическая фирма «Синяя птица плюс». 10 лет, 6000 участников, 25 городов России и ближнего зарубежья. Привет! Меня зовут Макс, я капитан команды «Скуки-скук», и это десятый чемпионат по деловым играм. Те, кто считает себя асом, те, кто уже знает, что такое наш чемпионат, и те, кто еще ни разу не играл с нами, дерзайте, приезжайте, участвуйте в юбилейном чемпионате. Здравствуйте! Меня зовут Давид, и я капитан команды «Yellowstone Years from the Yellowstone Park in the USA» и это наш десятый чемпионат. С нами уже команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Бурманска и Костромы. Приветствую, коллеги! Я рад, что в моей команде создана работа ТАГО площадки с такими мастительными профессионалами беловых игр. Надеюсь, что и мы сможем показать, на что способны. Встречаемся 14-16 марта 2013 года. Даже если это ваш первый чемпионат, решайте. Главное, что это сама игра. Дорогие капитаны, мы вас, конечно, очень уважаем, но надеемся, что и наша команда займет какое-нибудь почетное место. До встречи на игре! Основные правила вам понятны, да? И попробуем проговорить некоторые вещи, которые могут быть актуальны для хорошей игры. Во-первых, это командная игра. Команда состоит из пяти человек. Не из трех. И даже не из девяти. Из пяти. Во-вторых, в этой игре вам придется бегать. Много бегать. Я бы даже сказал, очень, очень, и очень, и очень, и очень много бегать. К счастью, в игре есть правила, одно из которых ограничивает бег. Так что, если будете бегать, вас просто оштрафуют. В нашей команде мы называем это «быстрой ходьбой». Вы же не виноваты, что у вас шаг больше, чем у остальных. В-третьих, вне зависимости от игры, вам придется много производить. Производить, или, как говорится иначе, клепать. Вам придется клепать. Много клепать. В-третьих, хотелось бы отметить, что на игре присутствует не одна ваша команда. Проявляйте уважение ко всем. На игры съезжаются десятки команд из разных городов со всей России, а иногда даже из близнего зарубежья. Нет, я нет, что это такое, это меня смеет. Так что, всегда помните, пока вы прохлаждаетесь, другие команды, к примеру, закрывают очередную ветку товаров. В общем, они клепают. 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 И вот в-пятых, хочется напомнить вам, что каждая игра разрабатывается с особым усердием, и на это уходит много времени. И если вы сталкиваетесь с какой-нибудь проблемой, сначала постарайтесь решить ее без привлечения организаторов. Некоторых из организаторов во время игры лучше вообще не трогать. Перейдем к полезным советам от одной известной команды. Как вы, наверное, уже догадались, это команда... Первый совет достаточно простой. Не забывайте, что все мы здесь собираемся, чтобы показать достойную и, главное, честную игру. Любителям ксерить аукционные ячейки или деньги в очередной раз напоминаем, что это такая банальщина, и было уже столько раз, что просекается в два счета. Второе. Окончание последнего периода не означает окончание игры. Заранее узнавайте, предусмотрено ли регламентом дополнительное время. Часто бывает так, что последние 15 минут делают вам всю игру. Ну, напоследок, не забывайте, не теряйте, не отдавайте и никому не продавайте ваши декларации. Это ваш личный документ. Вы же не хотите, чтобы остальные команды показывали на вас пальцами и хитно смеялись. Ха-ха! Это очередная команда, не закрывшая декларацию! Ха-ха! Удачной всем игры!